Своим решением американские законодатели поддержали стремление Дональда Трампа увеличить расходы на оборону, а также увеличить мощь, военную мощь Соединенных Штатов Америки. Кроме этого, установлены правила того, как эти деньги будут потрачены. Напомню, что летом этого года, а именно в июле месяце, Нижняя Палата Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала за свою версию законопроекта. В частности, большая часть суммы, это 640 миллиардов долларов, уйдет в бюджет Пентагона. Еще 60 миллиардов будут потрачены на военные миссии Соединенных Штатов за рубежом в таких странах, как, например, Афганистан. Кроме этого, американские законодатели посчитали необходимым выделение 100 миллионов долларов странам Балтии для финансирования совместных программ по противодействию российской агрессии. Кроме этого, деньги также уйдут и европейским партнерам Соединенных Штатов Америки на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией, а также на поддержание инициативы по сдерживанию российской агрессии. Кроме этого, 500 миллионов долларов получит и Украина. Деньги будут выделены на поддержание безопасности, а также на некоторые программы, в частности, на лечение украинских солдат в Соединенных Штатах Америки. Петр Порошенко в своем фейсбуке уже написал, что законопроект также предусматривает выделение Украине нелетального оборонительного вооружения. На эти слова уже отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что если Соединенные Штаты предоставят Украине летальное вооружение, это негативно отразится на ситуации на востоке Украины, а также будут проблемы с исполнением минских договоренностей. Олесь? Ну, кстати, говоря о России, сегодня в Комитете Сената по международным делам проходили слушания по назначению Джона Хансмана на пост посла США в Москве. Что тебе известно на данный момент? Олесь, да, слушания закончились. Джон Хансман покинул Сенатский комитет. Был поднят ряд вопросов. В частности, сенаторы интересовались, какими будут первыми шаги Джона Хансмана на посту в случае его утверждения. Чем он будет заниматься в России? Какие вопросы он будет поднимать со своими российскими партнерами и коллегами? Что нам известно о Джоне Хансмане? Следующее. За свою карьеру он был губернатором Юты, служил послом США в Сингапуре и в Китае. И также баллотировался на пост президента Соединенных Штатов Америки. Хансман поступил на работу еще при президенте Рональде Рейгане. Джордж Буш старший назначил его послом в Сингапур. При Джорже Буше младшем Джон Хансман был торговым представителем Соединенных Штатов Америки. А Барак Обама назначил его послом Соединенных Штатов Америки в Китае. После, в принципе, я предлагаю послушать, как сам Джон Хансман рассказал американским законодателям, чем именно он планирует заняться на посту посла США в России в случае своего утверждения. В случае утверждения моей кандидатуры на пост посла США в России, я сосредоточусь на четырех подходах. Первый – я буду сотрудничать с представителями российской власти как на государственном уровне, так и на местном, чтобы продвигать американские интересы. Среди них – борьба с ИГИЛ, борьба с терроризмом, исполнение договоров о нераспространении обычного ядерного оружия, поиск политического решения конфликта в Сирии и разрешение конфликта в Украине на основе уважения украинской независимости и восстановления территориальной целостности страны. Я также без колебаний готов поднять вопрос о том, что российское вмешательство в американские выборы привело к недоверию в отношениях между двумя странами. Во-вторых, я буду защищать интересы американских граждан в России. В-третьих, я буду поддерживать прямой диалог с гражданами России, и я испытываю огромное уважение к богатой русской культуре. В-четвертых, я буду работать над обеспечением безопасности членов своей команды. Олесь, в случае своего утверждения послом в России, я думаю, что аналитики говорят, что Джон Хансман будет возглавить посольство в один из самых сложных периодов во взаимоотношениях между двумя странами. Субтитры создавал DimaTorzok